ВОСТОЧНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ 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 Этой теме в рамках саммита была посвящена выставка и отдельная научная конференция. Она открылась в стартовый день работы форума и стала крупнейшим научным событием в стране. В списке участников – ведущие историки, руководители вузов, исследовательских институтов и научных центров из России и Китая. Зачем нужна историческая конференция, историческая выставка на экономическом форуме? Это сознательная политика Росконгресса и российского исторического общества, которая основана на ясном понимании того, что у любых экономических, политических, иных современных двусторонних отношений есть совершенно определенный исторический фундамент. В числе главных тем развития научного диалога, к примеру, уже сейчас на долю Китая приходится более 60% всех иностранных контактов дальневосточного отделения РАН. Активно расширяется и сотрудничество в области образования. Китайский язык в Дальневосточном федеральном университете сейчас изучают около 600 студентов. Большой интерес к российскому образованию проявляют и сами студенты из Поднебесной. В УЗИ сейчас обучается более полутора тысяч китайцев, и этот показатель в последние годы только растет. Еще один яркий пример успешного сотрудничества в сфере высшего образования – открытие совместного университета на базе МГУ и Пекинского политехнического института в Шэньчжэне. Хочу отметить, что мы провели уже третий набор бакалавров и магистрантов. Сейчас в университете учатся 518 студентов. Безусловно, университет является крупнейшим совместным проектом в гуманитарной сфере между Российской Федерацией и Китаем. И все мы в университете ждем, что осенью лидеры наших стран в торжественной обстановке символически зажгут золотую звезду на этом шпиле главного здания нового кампуса. Активно развивается и культурное сотрудничество. Как стало известно, один из самых знаковых и крупнейших российских музеев – Государственный Эрмитаж – ведет переговоры о создании филиалов в Китае. Более того, уже в этом году в Шанхае пройдут дни Эрмитажа. Все эти экономические форумы бесполезны, если не понимать всю историю связи. Потому что вся эта история связи – это история понимания и непонимания, это история разных менталитетов, в сфере сложнейших, вот тут договоры сложнейшие, еще хитрые договоры. Может ли император обращаться к императору в слово «император» и тут же отдадут границу на море. Я делал доклад о подарках императорских китайских России, и те, которые у нас говорят так же, о том, в какой степени они рассказывают о особенностях, опять же, взаимоотношений, церемониалов. Ознакомиться с историческими предпосылками такого сотрудничества можно было на выставке, приуроченной к 70-летию образования КНР. В нее вошли архивные документы и фотографии, которые отражают четырехвековую историю развития диалога двух цивилизаций – России и Китая. И особый смысл здесь имеет то, что эта выставка создана и проводится как раз в год установления дипломатических отношений 70-летия установления дип-отношений между нашими странами. Также я считаю, что эта выставка является очень важной мерой реализации выдвинутых нашими лидерами в этом году в июне месяце председателем Си Дзин Пином и президентом Путиным в совместном заявлении о развитии нашего стратегического всеобъемлющего партнерства в новую эпоху. Один из самых ярких разделов выставки посвящен советско-китайской дружбе. Записи бесед Иосифа Сталина и Мао Цзэдуна, плакаты с их изображением, которые широко распространялись в Советском Союзе и, конечно, документы об установлении дипломатических отношений между СССР и Китайской Народной Республикой. Это был период очень тесных дружественных связей Советского Союза и Китая, когда СССР помогал Китаю восстанавливать экономику, строить китайскую промышленность. Были очень тесные контакты в образовательной сфере, культурной, научной. И, в общем-то, наверное, это один из самых ярких и больших разделов нашей выставочной экспозиции. Исторические выставки и научные конференции в рамках Восточного экономического форума проводятся не так давно. Эта традиция зародилась лишь в прошлом году. Но сразу продемонстрировала, насколько велик интерес участников к такому глубокому и всестороннему анализу. Ведь за многомиллиардными контрактами и достигнутыми политическими договоренностями всегда стоит диалог, который невозможен без знания истории и культуры друг друга. Служба информации Российского исторического общества. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова